привет ждут детей сегодня всех книжки песни игры смех помаши рукой в ответ и скажи привет привет помаши рукой в ответ и скажи привет посмотри скорее вокруг улыбается твой друг помаши рукой в ответ и скажи ему привет помаши рукой в ответ и скажи привет 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 ребята меня зовут наташа сегодня мы с вами почитаем хорошую книгу перед моим домом марианны дюбюк потом мы с вами еще сделаем вот такого зубастого монстрика из простого бумажного пакета а еще мы с вами поиграем и споем песенки ну что начнем первая песенка мы в автобусе сидим вот мы в автобусе сидим и сидим и сидим и в окошечко глядим все глядим глядим назад глядим вперед вот так вот вот так вот ну что ж автобус не везет, не везет. Колеса закрутились, вот так вот, вот так вот вперед мы покатились, вот так вот. А щетки по стеклу шуршат, вжик-вжик-вжик, вжик-вжик-вжик, все капельки смести хотят, вжик-вжик-вжик. И мы не просто так сидим, бип-бип-бип, бип-бип-бип, мы громко-громко всем гудим, бип-бип-бип. Пускай автобус нас трясет, вот так вот, вот так вот мы едем-едем, все вперед, все вперед. Перед моим домом. Мариана Дюбюк. Перевод с французского Ольги Патрушевой. На пригородке за оградой под большим дубом стоит мой дом. Перед моим домом растет роза, а на розе сидит птичка. А над птичкой окно. А за окном моя комната. А в комнате моя кровать. А под кроватью? Ничего. А около ничего? Старый носок. А под носком? Книга. А в книге? Принцесса. А у принцессы за спиной? Дракон. А позади дракона? Заколдованный принц. А у принца под ногами? Кувшинка в пруду. А у пруда? Медведь ловит рыбу. А за медведем? Куст. А под кустом? Заяц. А у зайца за спиной? Зайчата. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять зайчат. А за зайчатами? Большой, злой волк. А в большом злом волке? Три поросенка. Один, два, три. Три дома. Из соломы, из веток и из кирпича. Серенький козлик. Храбрый Петя. Суп из камней. Бабушка с палочкой. И красная шапочка. А перед красной шапочкой... Ура! Охотник! Вокруг охотника лес. А за лесом гора. А в горе пещера. А в пещере мрак. А во мраке рык. А на том конце рыка снежный человек. А над снежным человеком звезды. А меж звездами... Луна. А под луной? О-о-о! Оборотень! У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! А за оборотнем? Привидение! А за привидением... Вампир! Ой-ой-ой-ой-ой! А за вампиром? Ура! Солнце! А вокруг солнца? Космос! А в космосе? Ракета! А за ракетой? Планета! А за планетой? Инопланетянин! А над инопланетянином? Хвостатая комета! А под кометой? Море! А на море? Бриг! А на бриге? Пират! А у пирата за спиной? Огромное щупальце! А на том конце щупальца? Очень маленький осьминог! А за очень маленьким осьминогом? Большой синий кит! А у кита в брюхе сэндвич с лососем, старый башмак, теплоход, ручной попугай, аккордеон. Где аккордеон? Вот он! Любимый медведь, любимый мишка, да? Маленький, вот он он. Игрушечный гном, сыр Мазда. Где сыр? Вот он! И волшебная шляпа. А в волшебной шляпе? Голубь. А над голубем? Туча. А под тучей? Дождь. А под дождем? Утка с утятами. А за утятами? Ой, пингвиненок. А за пингвиненком следит? Папа-пингвин. А за пингвином? Лев. А за львом? Зебра. А за зеброй? Динозавр. А за динозавром? Орангутан. А вокруг орангутана? Зоопарк. А вокруг зоопарка? Город. А за городом? Пригорок. А на пригорке? Мой дом. Конец. Ну как, вам понравилась книга Марианны Дюбюк перед моим домом? А я знаю короткую игру. Называется «Строим дом». Тук-тук, молотком мы построим новый дом. Дом высокий, дом с окном, с острой крышей и с трубой. Будем в доме жить с тобой. Можете рассказать своим родителям или бабушкам и дедушкам. Тук-тук, молотком мы построим новый дом. Дом высокий, дом с окном, с острой крышей и трубой. Будем в доме жить с тобой. А теперь я хочу показать вам, как сделать такого монстрика. Его делать очень легко. Для этого вам понадобится что-то простое, вроде как бумажный пакет. Его продают в магазине, чтобы носить бутерброды. Например, в детский сад, в школу или на работу. По-английски он называется «lunch bag». Его продают в большинстве магазинов, и они очень-очень дешевые. И можно наделать целый кукольный театр разных монстриков. Так вот, вам понадобятся такие пакеты. И они могут быть белого цвета или какого-то другого. И куча всяких карандашей, фломастеров и клея. И мне больше всего нравится просто черный фломастер. Но если у вас есть разноцветные, и вы любите раскрашивать, вы можете попробовать разными цветами раскрашивать. Еще вы можете взять цветную бумагу и навырезать всяких формочек. Например, я хочу сделать тигренка, поэтому я вырезала вот такую формочку. Ну что, приступим? Ну, давайте я вам покажу, как сделать нашего монстрика. Во-первых, берем наш бумажный пакет. Обычный квадратный пакет, такой прямоугольный пакет. И поверните его той стороной, которая вот так отгибается. Теперь мы можем нарисовать нашему монстрику глаза, рот, нос, все, что вы хотите. Если вы хотите, чтобы у него открывался рот, вам нужно отогнуть вот эту часть. И здесь нарисовать огромный рот. Ва-а-а! Потом закрываете и рисуете ему большую улыбку. И может быть, два маленьких зубика. Нарисуйте ему нос. Два глазика. И вот у вас готов монстр. И таких монстров я наделала целую кучу. Например, вот у меня есть жираф. И если я вставлю свою руку и открою, у него получается более длинная шея. Здорово! Еще я сделала собачку. Собачка тоже может открыть рот. Еще нарисовала вот такого симпатичного вампирчика. У него тоже рот открывается. Ва-а-а! И так далее. А если вы хотите использовать какие-то другие цвета, один хороший способ это вырезать всякие формочки. Вот, например, я взяла такую оранжевую бумагу, вырезала из нее кусочек. И теперь я хочу сделать тигра. Вот я могу взять и нарисовать ему лицо, полосочки. Вот, например, я рисую ему полосочки, да? Здесь два глаза. Я не совсем знаю, какие у тигров глаза, но пусть они будут вот такие. Ва-а! Какой замечательный и грозный тигр. И здесь у него нос. Ну, немножко же, конечно, кот. Даже если он очень большой. И здесь у него тоже будут такие полосочки, потому что тигры полосатые. И если я захочу, я могу приклеить его картинку вот сюда. И его голова будет двигаться, когда я ее одену на свою руку. То есть у меня получится еще одна удобная игрушка для театра. И если что-то можно приклеить, можно приклеить клеем. Где у меня клей? Вот клей. Я могу приклеить клеем. Я могу приклеить при помощи скотча или еще чего-то. И я могу раскрасить. Я могу добавить какие-то другие детали. Например, собачкам я могу сделать большие ушки. Я могу сделать одежду здесь и приклеить на переднюю часть своей куколки. И когда я все склею, она у меня будет двигаться, шевелиться. И я могу показывать театральное представление. Ну что, друзья, вам понравилось слушать нашу книжку и делать монстриков? Мне очень понравилось. Я надеюсь, что у вас будет очень хороший день. Вы еще много всего сегодня сделаете интересного. Пусть этот день будет солнечный. Пусть всегда светит солнце. И над вами будет голубое небо. И пусть у вас все будет хорошо. Давайте споем нашу песню про солнце. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Всего вам доброго, до свидания, увидимся в следующий раз.